Цепь и антицепь. Другими словами, я расскажу о частично порядочных множествах. Давайте начнем с такой задачи. Представим себе, что в строчке выписано 5 разных чисел. Докажите, что можно стереть 2 из них так, что 3 оставшихся будут расположены в порядке растания или в порядке убывания. В строчку выписали 5 разных чисел. Докажите, что можно 2 из них стереть так, что остальные 3 будут идти, что называется, по порядку. То есть, или возрастать, или убывать. И вот читаешь слева направо, и у меня число побольше, побольше. Или наоборот, число поменьше, поменьше. Что? Любые 5 чисел написаны, а стирать надо те 2, какие вам хочется. Не слышите? Вы не понимаете смысл слова «любые». Любые. Любые – это не те, какие вам хочется, а те, какие вам дают. Вам написали 5 чисел. 5 действительно любых чисел. Кстати, давайте посмотрим, есть ли 4 числа. Скажем, единица, тройка, по-моему, единица, тройка. Что еще у меня бывает? Скажем, 0 и 2. Вот интересно, как с этими числами. Есть здесь у меня 3 числа в порядке возрастания. Нет, 3 числа в порядке возрастания нельзя здесь. А есть здесь у меня 3 числа в порядке убывания. Должно. Видите? Значит, когда 4 числа, то не всегда из них можно выбрать 3, идущие в порядке возрастания, в порядке возрастания. Разве единицы – это не число? Ребята, что-то меня задело. Это что-то не математика. Меня вот задела эта фраза. Там вот Каспаров на «Россию не любит». Я считаю, необходимо на это ответить. Значит, есть такая очень важная, точная, пусть и злая, но тем не менее фраза. А патриотизм – это последняя убежь обороны негодяй. Значит, смотрите. Дело в том, что когда человек меряется любовью, то всегда в этой схватке, кого ты больше любишь, маму или папу, там, любишь ты Родину или не любишь ты Родину, в этой схватке всегда победит человек нечестный. Потому что человек думающий, совестливый, он всегда будет думать, а правда ли я люблю маму, а насколько я ее люблю, а правда ли я люблю папу, а насколько. Вот. Агата просто скажет, да, я вас люблю больше, давайте моего братика моего выбросим, давайте, вот, я люблю вас больше всех. Понимаете? В соревновании вот этих вот слов, кого, кто больше любит, сколько, сколько лет, вот я здесь живу, все время, все время, к сожалению, что называется, атакуют вот именно, вот именно этим. А вы не любите Россию, а мы любим ее больше. Двадцать небольших лет назад, когда была перестройка, когда с коммунизмом разбирались, тогда была замечательная песенка в фильме Рязанова «Мы не пашем, не сеем, не стройем, мы гордимся общественным строем». Она пелась от имени чиновника, потому что это очень удобно сказать, что вот я родину люблю больше, вы родину любите меньше, поэтому давайте-ка все ваши деньги мне так далее. Понимаете? Это огромный вопрос, кто любит больше, кто нет, да? Должно быть условно, это будет условно? Должно быть. Но эти невозможно измерить. Нарушение уголовного кодекса измерять можно. И почему-то люди, в отношении которых доказано, что они уголовники, у нас бегают на трибунах и кричат, что они любят родину. И это можно. Понимаете? Прежде чем требовать от людей святости и словно-безусловно-любовь к родине, надо убрать уголовников и убийц с высших государственных должностей. Понимаете? Когда вы приходите в российский суд и вас судит человек, в отношении которого известно, что это уголовник, как только вы требуете от людей идеальной красоты и идеального совершенства, как только Каспарова будет требовать от всех, чтобы они играли в шахматы на руле хотя бы мастер спорта, понимаете, для меня тот, кто не умеет решить эту задачу, странный человек. Для Каспарова тот, кто хотя бы на мастер спорта не играет, странный человек. Но общество может жить только при условии, что не требует со всех людей быть одинаковыми, не требует со всех людей вот этих вот клятв, а я родину люблю и так далее. Небольшим лет назад вот эти вот все вопросы родину любить, родину не любить и так далее, это все было, что называется, гораздо серьезнее, потому что, ну, цензура была гораздо более мощная в те времена, и мне почему-то тогда очень запомнилась книжка по-моему, дудинцев автор, которая называлась «Белые одежды» и рассказывала о судьбе генетики в нашей стране. Значит, посмотрите, какая история. В начале 20-го века в нашей стране была очень мощная биологическая наука, и ученые, биологи генетику развивали действительно совершенно замечательно. Дальше пришла коллективизация, дальше пришли, что называется, ученые от Сахи, был такой биолог Лысенко, которые объявили, что все эти ваши гены, все эти ваши мушки, это все ерунда, а надо родину любить. Надо давать сразу большие урожаи, надо сразу заниматься коровой, а не мушевой, дрозофилой. А вы со всем этим вашим генетическим аппаратом занимаетесь тем, что не нужно народным массам, и поэтому... Понятно дальше, что такое поэтие? Родину любят. Да, не любят родину, естественно. И сюжет книжки «Белая книжка» он очень простой. Ну, он такой полуфантастический, хотя... Чуть полуфантастический. Понимаете, в жизни такого рода истории произошло очень много, просто такая, скорее, обобщенная история. Вот сюжет очень простой, что нет института, куда приезжает представитель из Москвы для того, чтобы, так сказать, добиваться любви к родине. Вот. И как люди, ученые, пытаются извернуться, как они вынуждены кто-то убегать, кто-то просто гибнет. Вот. Результаты длительных к родине в том, что наука, биология была чудовищно разбита. Чудовищным образом в нашей стране разбита. Между прочим, заметьте, а у математиков этого не было. А у математиков этого не было. А у физиков, между прочим, этого тоже не было. Нет, не думайте, математике, конечно, тоже было довольно большое количество интересированных, потому что, как водится в те годы, без этого не могло быть. Но, тем не менее, есть легенда, что по физикам готовили процесс такой же большой, как и генетика. Однако, один из физиков пришел к Сталину и сказал, что вот, если вы нам процесс, если вы нас в тюрьму, то никакой атомной бомбы вам не будет. И этого оказалось достаточно. Понимаете? Между прочим, если бы биологи то же самое в какой-то момент среди них нашли несколько человек, которые бы пришли и сказали, что если ты нас в тюрьму, то мы тебе там никакой картошки, никакой морковки и так далее. Это бы тоже оказалось достаточно. В истории нет ничего заранее предопределенного. Поступок одного нескольких человек может повлиять на судьбы многих и многих тысяч. И запросто история могла сложиться так, если бы просто в какое-то время несколько физиков бы трогали. История могла бы сложиться так, что про Капицу знаете все? Был такой физик Петр Леонидович Капица. Великий физик, между прочим, работал института, так вот, Советский Союз начал делать атомную могу, то Капица объявил, что он не будет это делать. Великий физик экспериментатор. Его лишили работы. Он собственно из института, где он работал, был вынужден перейти в какой-то сарай, построил себе какие-то приборы, что-то делать. Но, тем не менее, это был очень важный шаг. Во-первых, он затормозил появление атомной бомбы в Советском Союзе, тем самым, в общем, может быть, спас мир от атомной войны. И главное, что это морально очень важный поступок для физиков, который собственно и спас на этой жизни. Понимаете? люди вели себя по-разному. Казалось бы, Сталин, казалось бы, там, отказать Сталину делать атомную войну. А тем не менее. И, между прочим, ребята, в такого рода столкновениях, как ни странно, чаще выживали те, кто прямо заявлял, что а вот я это делать не люблю, чем те, кто пытался как-то юбить и так далее. То есть копиться прямым текстом заявил, что я с вами не буду сотрудничать и его побоялись строить. Понимаете? Его побоялись строить. Он выжил. Калмагордов, собственно, его изображение, то же самое, жестко отказался работать над атомным проектом. Ему, что есть, может, может, переваривали партнер нет, что-то переваривали. Далее денег и все. Как вам сказать? Дарю. Вообще, вот эта мысль, что люди все делают ради денег, что людьми вот так действительно легко управлять, надал пять копеек побежал. Нет, можно еще по клондону подстроить какую-нибудь транспортную площадь? Можно подстроить, да, это чаще бывало, да, это в нашей стране было очень часто, действительно, всевозможные такие... что это наша страна сделала. Секунду, секунду, а что такое страна? Что такое страна? Что такое страна? Что такое страна? Вот на Калмагорво действительно будет кушение, и действительно он в... Ну, он был главный университет здесь. Действительно он был, извините, причем это было очень просто. Человек входил в здание, сзади его ударили под дубинкой и, ну, в общем, он долго болел очень сильно. Действительно, ну, что такое понимаете, страна? Что такое страна? У Калмагорво было огромное количество членков. Был мехмат. То есть, видите, конкретные, вполне конкретные люди, что называется, это совсем маленькая банка. Это совсем небольшая подчисленность банков, которая там пришла в какой-то момент власти, и это ничтожно маленький слой людей. Понимаете, это, собственно, на всю многомиллионную страну это действительно несколько десятков человек. Но другое дело, что, ну, да, они защищены там с этими должностями, это все правда. Человек, который дарит Багурова дубинкой, это представитель большинства или меньшинства. Со всех трибун. Это не английский представитель. Это не английский представитель. Это что на самом деле достали. Действительно, документов по очень многим конкретным делам на самом деле нет. Но такого года в историях крайне важно понимать что иногда сокрытие информации является доказательством. То есть вот если есть какая-то история уголовная, вы запрашиваете в архиве и вам отвечают справки по этому поводу дать нельзя. То для внешнего наблюдателя это является достаточным основанием. Понимаете, когда вы видите, что как ну как вам сказать. ангрия только сейчас растет двое в втором двое двое конечно архивы нашей страны не растет и вообще в принципе не растет. это не сейчас не значит что наши интернеты открывают двое раз. Это все открывают чутки открывают. Ангрия не сейчас открывают на тему посаду. Ребята, есть простой ответ на это. На самом деле, на это есть простой ответ. Есть такая штука интернет. И постепенно информация в постепенную применение. То есть, вот такого типа вещи, что вам то нельзя знать, вам то нельзя знать, постепенно становятся бессмысленными, потому что современные технические средства 20 лет назад в сервисе были запрещены. Что значит, почему? Строг запрещены. Я очень хорошо помню, когда напечатать вариант для Олимпиады, это было что-то такое через Ватиканы и так далее. Сейчас уже сервисы практически всех есть. Соответственно, 30 лет назад что-то доказать было в высшей стерени тяжело. Сейчас доказательства каких-то преступлений, они, лучше называются, просто вот они лежат в интернете, да? Вот они лежат на поверхности. Вы сможете сделать последовательность? Вот за основе, если у нас есть два знака меньше, если у нас есть два знака больше. За этим что? Ну, число не совсем правда. Один меньше трех, ноль меньше двух. Два знака меньше есть. А надо что-нибудь подряд что-нибудь. Да. 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 Пожалуйста. Обозначь минусы не написано. Не написано. А больше или меньше. Б больше или меньше. Да. То есть вы уже просто берете не то, что число, а вы берете вот как они написаны, да? Хорошо. Взяли число, как они написаны. Дальше что? Они все равно уксуют. Да. Словно, у нас еще четыре знака. Да. У нас есть, например, это либо один знак больше, все остальные три знака меньше. Либо два знака больше, два знака меньше. Либо три знака больше, один знак меньше. А это значит, что... И сегодня я вижу хотя бы два одного знака, при этом они будут... При этом удалены две числа, они будут идти подряд. Вот смотрите. Значит, вот у нас есть числа. Раз, два, три, четыре, пять. Вы мне говорите такую вещь, что... Ну давайте, для определенных здесь меньше. Да. Вы говорите, что здесь меньше не может быть. Потому что иначе есть три числа. Согласен. Значит, здесь будет больше. Здесь не может быть больше, потому что эти три числа иначе горятся. Значит, здесь меньше. И здесь вот так. Чем вам это не нравится? Такая остановка знаков. Ну и все. На самом деле, достаточно решить задачу для такой ситуации. Ну, по-моему, такая ситуация бывает. Ну, по-моему, это число. Ну, по-моему, это число. Вот это. Ну, пожалуйста. И вот это. И вот это. А вот это вот. Да. Так, это будет совершенно непонятно, останется ли у нас знак больше или нет. Да. Ну, иначе нет. Мы решили эту задачу. Следующий. Один и два. Да. Если два больше, чем один, вычеркиваете эти два числа, то у нас получаются последовательность из трех умов. Ну, во-первых, вы обратили с собой тус. А если один больше два, то вычеркиваете вот эти два, получаются три кладица. Ну, я хочу, слово «дорфа» как задний. Мы не знаем, как они между собой, как их все равно нет, но мы не знаем, что они два, а не наибольшее. Хватит всех отчетников. И газеты есть. Ну, никто-ка знает них больше. Мы знаем, что одно из них больше, раз мы знаем числе. Ну, одно из них больше, что ли. Так, в общем, что больше, так ли? Да. Учеркиваем вот эти два числа. Да. Получается это больше этого больше этого. Три полугода. Да. Если наоборот, вот это больше этого. Да. Вычеркиваем вот эти два. Да. Получается три. А, все. Я ваше решение понял. Спасибо. То есть, смотрите, нас призывают вот к чему, значит, этим учеркиваем. Нас призывают вот к чему. Сравнить. Вот есть у нас такая уже ситуация. Сравнить эти два числа. Действительно, если это число большое, то оно больше этого. Больше этого. Если вот это число больше этого, то тогда получается это, это и это число. В порядке обмывания. В порядке обмывания. Если наоборот это число меньше этого, то тогда это, это и вот это. В порядке возрастания? Хорошо. Что это? В порядке. Вычеркивать, конечно, не любые. С самого начала вы говорили, что какие-то два числа вычеркнуть так, чтобы получились. Кстати, очень важное, что многие люди умудряются до самых старших классов школы учиться, так и не выучив смысл слов. Любой, какой-то, один из. Понимаете, нужно четко следить за языком. Если вы так подумаете, что означает слово «любой», то многие есть вполне лучше. Так, сейчас я попытаюсь то же самое рассказать еще раз. Значит, господа, итак, представьте, у нас есть пять чисел. А, В, С, Д, Е. Понятно, что можно считать, что А меньше Д. Потому что в проективном случае мы просто меньше и больше слова поменяем. Дальше, я повторяю, что можно считать, что Д больше С. Потому что иначе мы будем три подряд. Дальше вот так, дальше А. Ясно? Ясно. После этого сравниваем между собой числа Б и Д. Если число Б больше, чем Д, то годятся и числа Б и Д. Если число Б меньше числа Д, то годятся числа А, Б, Д. Отлично. На самом деле, в ту же самую задачу можно было решить чуть-чуть по-другому. А именно, из наших пяти чисел можно выбрать и самое большое, и самое маленькое. Давайте подумаем, как они могут располагаться. Вот, посмотрите, пять чисел, два, четыре, пять. Самое большое и самое маленькое. Может, между ними что-нибудь быть? Нет. Потому что, представьте себе, вот здесь вот одно из них, здесь другое. Тогда эти три числа, они как раз и идут в порядок. Правильно? Самое большое и самое маленькое. Значит, они должны стоять рядом. Интересно, а как они могут стоять рядом? Рядом самое большое с самым маленьким. Слушай, мне казалось, что достаточно рассмотреть, потому что наибольшее или меньшее из чисел, и все станет очевидным. Смотрите, значит, итак, если между ними что-то есть, то мы уже все против, правда? Значит, они стоят рядом. Просто не надо на этом останавливаться. К примеру, пусть это самое маленькое, а это самое большое. Число. Тогда смотрите, вот у нас здесь есть два числа. Если одно из них меньше другого, то вместе с большим будет нужная тройка. Если наоборот, то вместе с маленьким будет нужная тройка. Вот и все. То есть смысл такой. Вот берем большое и маленькое, ведь если между ними, то уже все есть только. Если же они рядом, то либо слева есть хотя бы два числа, либо справа есть хотя бы два числа. Все, в любом случае, задача, которая 5 чисел решена, но это была даже не задача из статьи. Это, извините, было так себе. Начало только. Теперь задача выписать 9 чисел в строчку, чтобы они все были разные. И чтобы из них нельзя было выбрать 4 числа, идущие в порядке возрастания, а также нельзя было выбрать 4 числа, которые идут в порядке убывания. Повторяю. Так выписать в строчку числа от 1 до 5, чтобы нельзя из них было бы выбрать 4 числа, которые идут в порядке убывания. И нельзя было бы выбрать из них 4 числа, идущие в порядке убывания. То есть 5 из 9, да? Из 9, да. Просто числа от 1 до 9. Как вас 5? Выбрасываем 5 чисел из них. Остаются 4. Вот надо, чтобы, нельзя было бы сделать так, чтобы эти 4 шли бы в порядке убывания и в порядке убывания. Что вы дошли? Не кредит. Вы выйдите, покажите, подчеркните 4 числа. Подчеркните 4 числа. 5, 4, 3, 2, да, все. 1, 2, 3, 8, все. Садитесь. 1, 2, 3, 8. Хорошо. Система замечательная. 7, 8, 9 числа, обущие подростами, да? А потом спрыгиваем. И получается 4, 5, 6. А потом опять спрыгаемся вместе. И получается 1, 2, 1. На самом деле, это, конечно, не единственный способ решения этой задачи. Педагоги готовы зацепить? Почему? Было они тоже. Вот, давайте-ка я сейчас задаю вам такой вопрос. Пожалуйста, напишите числа. От 1 до 15. Таким образом, чтобы среди них не было бы четырех в порядке возрастания, и чтобы среди них не было бы в шести в порядке возрастания. Желательно, не просто числа, а вот именно по системе, чтобы мы понимали, как решать аналогичные задачи. Ну что, Лёд, по-моему, все поняли. Спасибо. Все правильно. Видно, что эта штука состоит из пяти блоков, каждый из которых – это возрастающая последовательность, да? Но зато сами эти блоки расположены так, что происходит искусство. Ну что ж, теперь, наконец-то, мы достигнулись за сегодняшнюю задачу. Из любых. М, 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 плюс 1 разных чисел. В том смысле, что никакой не равно, никакому. Выписанных в строчку. Выписанных в строку. Можно найти, можно выбить, М, плюс 1 в порядке возрастания. Или, М, плюс 1 в порядке у Ваня. Вот это важная сегодняшняя задача. Это еще не тяги. То есть я, сегодня, хочу вам рассказать о свойствах числительного порядка множества. Так вот, это вовсе еще не главная наша сегодняшняя теорема. Но это уже и есть. Значит, замените, пожалуйста, число М, М, плюс 1 стоит не случайно. Потому что, конечно, можно так же, как нам только что показали для числа 15, из таких вот блоков сделать, да? Так что в каждом блоке у нас будет возрастание, а сами по себе блоки будут все ниже и ниже. Когда чисел М, М, плюс 1, то так сделать невозможно. Вот, оказывается, что решить эту задачу довольно трудно. И, наверное, я не решился бы вам ее вложить. Если сейчас просто сказать, сидите, решайте, то, наверное, до конца занятия так вы и просидите. Однако, у меня для вас есть одна очень простая задача, после решения которой эта задача тоже становится простой. Поехали. Очень хотелось, чтобы мне ее кто-нибудь сформулировал подобно. То есть, ребята, воспринимайте это, пожалуйста, как социальный заказ. Дело в том, что я очень, на самом деле, не люблю формулировку, которая сейчас у меня звучит, но я не умею это сказать по-другому. В общем, кто знает, кто догадается, скажете, я с удовольствием после этого всегда буду рассказывать, так, как вы скажете. А пока из песни слова не выкидешь. В некотором царстве, в некотором государстве живут людоеды. Каждый из этих людоедов кого-то хочет съесть с жителями этого государства, кого-то известно, что наидлиннейшая цепочка, где один хочет съесть второго, тот третьего, тот четвертого, состоит из шести людоедов. Задача. Докажите, что к приезду иностранной делегации можно всех граждан этого замечательного государства рассадить в шесть залов, так, что ни в одном из них никто никого кушать не захочет. Понимаете, это выгодно, да? Всего лишь шесть залов и можно будет их там без надзора оставить. И никто никого не сможет. Хорошо. Задача будет? Да? Ну, если у нас всего максимальная цепочка из шести состоит, да, то просто их рассаживаем на шесть залов. Как? Ну, допустим, можно? Занежь. У нас есть залов. Залов шесть, что я понимаю. Допустим, цепочка от одного шести. Четыре. Эфи пишут на зерканку. Да. Первый сюда. Второй сюда. Секунду. У вас есть разные цепочки, при этом самая длинная состоит из шестерых. Но цепочек может быть несколько разных. Один, можно сходить в две цепочки там и сразу? Вообще не может. Представьте себе, что какой-то людоед вообще просто есть у всех. Тут есть там такое замечательное один людоед, который просто слушает всех. А другие вообще никого есть не хотят. Вот такой с стороны. Тогда самая длинная цепочка состоит из двух людей. Согласны? Вообще разные возможные ситуации. то есть вы почему-то думаете, что там есть единственная цепочка из шестерых? Нет, Зачем? Зачем? Вот представьте себе, вам принесли полную картинку кто кого хочет сажать. Просто нарисовано вот это государство и от каждого стоят стрелочки. Известно, что самый длинный путь, который все время идет по стрелочкам состоит из шести стрелок. Задача докажите, что шести залов вам хватит для обеспечения полку гражданского зла. Сколько зла есть? Неважно. А может вы есть стрелок, которые вы хотите его знать? Если это так было, то из этих двоих предоедов вам удалось создать цепочку длиннее больше шести. Представьте, Вася хочет съесть Петю, Петя хочет съесть Васю. Вася Петя, Петя, получаете сколько будет длинную цепочку. Вообще там ни одного цикла не нужно. Как только можно пройти по стрелочкам, закончив путь там же, где начал, так можно пройти несколько раз, накоплотив любой длинной цепочки. Поэтому это должен быть обязательно грамм без циклов. задачи. Я на полном серьезе пытался эту задачу переформулировать. Не придумал. Вообще у меня есть несколько случаев, когда мне удалось придумать если это хорошие формулировки, не удалось бы рассказывать. А если кто-то хочет съесть всех, кто в отдельных зала едет? Если кто-то хочет съесть всех, кто в отдельных зала едет? Да, конечно. Максимальная операция хочет, например, 6 человек, но не важно. Количество зала такое, как не больше 12 точек. Так, ну да, вообще уже пора объяснять, что такое частично-упорядочное множество. Вот когда у вас есть гопничные числа, то там любые два числа можно сравнить. А частично-упорядочное множество, в нем не любые два элемента обязательно должны быть сравнены. Сейчас даже давайте не почти что порядочное говорить, а просто про множество, в котором есть стрелки. Вот есть вот какая-то такая вот картинка, где известно, что самая длинная цепочка состоит из шести стрелок. Вот так, по-моему, уже будет шесть. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, вот. Вот там уже картинка, когда есть цепочка из шести. Ой, кстати, у меня же семи. Да, от этого у меня до семи. Да, от этого у меня до семи. Да, у меня вот один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У меня нет, шесть стрелок, вот, а залов понадобится семь. Понимаете, да? Мы только решили, почему. Нет, никто ничего не решили. Нет, здесь конечно понадобится семь залов, да, семь. Да. Если цепочка максимальная состоит из шести людоедов, то шесть залов, и если семь, как у меня нарисуете, то, конечно, семь. Ребята, просто отдавайте приказ. Представьте себе, что вы с мегафоном стоите, просто летаете над этой стороной с мегафоном и отдавайте приказ. Уважаемые граждане, людоеды, которые, просьба пройти в первый зал. Людоеды, кому вы прикажете пойти в первый зал? Те, кто кто? Консенсию. Не слышу. Консенсию. Консенсию. Вначале. 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 Тем, кто вот, от кого все стрелки. Что-что? Тем, на кого ни одна стрелка не показывает. Ни одна стрелка. На кого не показывает ни одна стрелка. Кто не войдут все стрелки. На которую вы обидите сначала. Конечно, золотые слова. Ребята, почему вы начинаете заботиться о каких-то гадах? Вот золотой человек. Уважаемые граждане страны. Просьба всем вегетарианцам проследовать в зал номер один. Надо сначала побеспокоиться о тех, кто не сволочек. Ребята, о нормальных людях надо побеспокоиться. Всех, кто не хочет никого жрать. Надо спокойно отвезти в первый зал. Показываю, как это будет у нас на картинке в данном случае. Вот этот раз побежит в первый зал. Этого. И этот тоже. Согласны? Внимание. После этого вы объявляете. После того, как все собрались. Все вегетарианцы. В первый зал. Мы его закрываем. Объявляем, что больше к ним никого не пускаем. Спокойно. И говорим, что их больше в этой стране в общем-то и нет. А потом следующих вегетарианцев. Конечно. И после того, как этих убрали, среди оставшихся тоже возникли вегетарианцы. Правильно? Ну то есть они почти хорошие. Они хотели съесть только самых-самых. Да? Вот. И они пойдут куда? Во второй зал. И я что делаю? Убиваю. Наоборот. Наоборот. Вы что? Я говорю, что они идут во второй зал. А куда? Кто в третий зал? А в третий зал. А в третий зал. Этот идет в единственный в третий зал. Ребята, процедура совершенно естественная. Этот идет в четвертый. Эти в пятый зал. Эти в шестой. Эти в седьмой. Эти в шестой. Между прочим, я могу ограничиться и одним подлинным. Уважаемые литаяюты, пожалуйста, каждый вычислите длину самой длинной цепочки, которая начинается с вас и идет по принципу, вы хотите кого-то съесть, он хочет кого-то съесть, он хочет кого-то съесть и так далее. Ваш номер сала – это длина такой цепочки. То есть, если с вас начинается цепочка длины семь, значит вы сперекаться одной степенью. Вот. Это первая степень. Ну и тогда, да? В первой степени. Вчера. В первой степени. В первой степени. В первой степени. А не бывает без меня цепочек? Дело в том, что если каждый нет степени, если каждый хочет кого-то съесть, то мы можем двигаться вдоль стрелы, так бесконечно, и так наберем, сколько угодно длину. А нам в задачи сказано, что есть ограничения. Поняли? Они откажутся на самом верху. Можно решать эту задачу слоять. То есть, объявить, что вегетрианты ведут в первый зал. После этого, убрав их, получаем в новом графе новый вегетриант, а не в второй зал. Убираем их, получаем в третий зал и так далее. Можно было то же самое сформулировать в следующий образ. Номер зала. Это длина самой длинной цепочки, которая начинается с этого человека и идет, по принципу, в кого он хочет. Есть, есть, есть. Вот самая длинная цепочка. Замечательно. Первый вопрос. Какое отношение эта задача ограничения имеет к этой нашей задаче? Представьте себе. Для конкретных чисел. m равно, например, 3, n равно, например, 7. Что такое тогда mn? 21. mn плюс 1 это, соответственно, 22. 22 числа. Ну, вот они как-то выписаны в строчку. Ребята, надо сейчас из них создать частично порядочное множество. И для этого самого частичного порядочного множества... Кстати, я задачу Медаида все-таки сейчас сформулирую так, как ее принято формулировать в математике. Если, посмотрите, если самая длинная цепь... Я сейчас объясню, что такое цепь. Это элементы, когда первый больше второго, второй больше третьего, третий больше четвертого. Элементы расположены в любые два, из которых сравнимы. Если самая длинная цепь... Частично упорядоченного множества... 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 На L антицепей. Так, ну, естественно, я должен сформировать, что такое антицепь. Значит, цепь – это набор элементов, в котором любые два сравнены между собой. Антицепь – это набор элементов, в котором, наоборот, никакие два не сравнены. Это чуть-чуть не то, что задача о людоедах, потому что задача о людоедах там были стрелочки. Там в задаче о людоедах не было такого требования. Значит, в частичном порядочном множестве, если один элемент больше другого, а этот элемент больше третьего, то обязательно первый больше третьего. Это требование на частично порядочное любое множество. Так вот, в задаче про людоедов мы обошлись даже без этого требования. Просто это не так важно, эта задача. Но, когда речь идет о частичном порядочном множестве, то считается, что если А больше В, а В больше С, то А больше С. Т.е. Антицепь – это такой набор, в котором никакие два элемента между собой не сравнены. В терминах людоедов. Это зал, в котором они сидят и тут тоже не хотят кушать. Понятно, о чем это дело? Отлично. 22. Как из них создать людоедское племя? Ой, знаете, я все-таки... Только ради Бога не устремите эту симуляцию. У меня не малейший визуалит с вами. Не малейший. Дело в том, что там несколько лет назад, когда моему ребенку, ему сейчас 8 лет, ему тогда было 3 года, это 4, не помню, даже 3-4, то возникла необходимость подать в суд, что называется, в защиту его деятельности. В защиту его деятельности подается заявление о том, что вот там ребенка выстрелили с аппетитом, что вообще неплохо бы, а ребенку неплохо бы, и это же дело. Замечательно. Подается заявление. Судья, как сейчас помню, перещавка, какая замечательная женщина. Совсем молодая, кстати. Совсем-совсем молодая. Выносит решение. Поскольку непредставленная доверенность от ребенка на ведение дела, выстрелит назад. Понимаете, этому удалось никаким образом в судах, в настоящей инстанции, в самом-то спорте. То есть на полном серьезе несчастный суд, это очень, это же называется, вполне себе такой важный, важный, очевидно, проходит огромное количество дел, принципиально важных. Вот, это не какая-нибудь там, в Сахаловском деревне. Ну, а главное, что после этого же и мозгу суд это рассматривает и так далее. Поскольку ребенок маленький не сумел представить матери и отцу доверенность на ведение дела в его интересах, то отказать. Все. Это не в отношении меня, это в отношении всех. Так и не делают. То есть, ну, я не знаю, судебная система сейчас доведена до абсолютного ужаса. Вообще, у меня по этим судам все время ходила жена, а я сам старался, что называется, только писать заявление. И вот, я сам оказался на этих два раза. Ну, там была некая ситуация, что надо было съездить. Один раз это было в Кутырском суде, один раз это было в Мещанском. Так вот, в обоих случаях эти два визита произвели на меня колоссальное впечатление. Ну, и имели некоторый общественный результат. В одном случае результатом этого было увольнение, вернее, перевод на другую работу с секретарем, с девушкой из канцелярии суда. А именно, представьте себе, приходим мы в Кутырский суд, спрашиваем, где дело такое? Судья говорит, в канцелярии. Спускаемся в канцелярию. Это первый этаж, а дело на третьем. В канцелярии говорят, ну, судьи. Идем к судье. А важно понимать, что каждый раз это очередь, каждый раз там, судья, он еще не сразу выйдет, там, подождите часик, подождите два часа. Вот. Ну, замечательно, пришли мы рано-рано утром к самому началу работы суда. Уже скоро вечер, уже скоро закрывается. Что делать? Это говорит так, это говорит так. Так, поскольку это был первый раз в жизни, когда я был в суде, то я пошел и сказал, работе на заканцелярии, в человеческом голосе, что вот мы тут у вас целый день ходим. Так, давайте мы сейчас вместе с вами пойдем. И вы скажете судье, у вас дело или не у вас? Вот вы говорите, что у вас дела нет, что оно точно у нее. А она говорит, что у нее дела нет, оно точно у вас. И представьте себе, что было дальше. Это совсем-совсем молодая работа с канцелярией. Она действительно пошла со мной на третий этаж, при этом внятно глядясь и произнося фразы типа того, а зачем же я это делаю? Поднялись мы на третий этаж. Она вошла к суду. Судья вышел к ней и пришел честному народу, а там человек пять минимум было, а может и больше наблюдающих за этим, высказала работница канцелярии суда. Что она думает о таких дурах, которые, когда понятно же, что надо посетителям вводить с первого этажа на третий, с первого на третий и так далее, сама взяла и сюда приперлась. И что дело она все равно никогда не отдаст и не покажет. Вот. Так вот, результат был совершенно замечательный. Ровно вот эта вот девушка из канцелярии, ну надо вообще признать, что человек оказался в судебной системе и что у нее сыграла совесть, это чрезвычайно. Так вот, она в тот же день уволилась из канцелярии и про ее поступок узнала некая еще оставшаяся одна единственная честная судья того же самого суда и взяла ее к себе помощницей. Ну, понятно, что они подобные вычищены и все такое, но тем не менее, на некоторое время, вот мой поход, тот имел такое действие, что вот она, понимаете, разные люди реагируют по-разному. Многие, оказавшись в ситуации, когда им сказали совершать подлость, ее совершают. Некоторая, как вот эта вот работа на канцелярии, поняла, что ее затягивают куда-то вообще непонятно во что и ушла. Заметьте, она не совершала вывод, она просто взяла выводить, поняла, что в преступной системе она выводить не сможет. Мне надо сформулировать, когда одно число кушать другое. Двадцать два числа. Сколько числа? Нет. А? Сколько числа? А? Сколько числа? Ого, надо понять, цели, цели, цели. Еще раз, посмотрите, задачу, которые вы решили, решили, эту задачу. Понимаете условия? Понимаете? Так, давайте сначала вам вопрос. У нас двадцать два числа, и при этом максимальное количество численности цели будет. А чтобы была цепь, надо, чтобы у нас был принцип, по которому мы сравниваем эти численности. Как стрелочных оставить? Прежде чем говорить о цепях и антицепях, надо, чтобы у нас возникли стрелочные. У вас есть? У меня был. Да? Два, два. Не слышу. Два, два, три. Два, два, три. Чего? Вот, потому что, опять, я плюс один. Нужно, я восемь и четыре, а не семь и три. Нет, дайте, еще раз, значит. Я сказал, m равно трех, n равно семь. mn плюс один, это двадцать два. Другое дело, вы правы, что нам нужна цепочка, возрастающая из четырех чисел, или убывающая из восьми, это вы правы, но то, что mn плюс один, двадцать два, это сомнений не должно быть. Быстрее, только уже. Двадцать два числа написано через эту строчку. Число, а хочет скушать число b, если? Если что? Если оно больше. Ну, если просто, если оно больше, то это неинтересно, потому что тогда у вас просто возникает линейно-порядочное множество. Просто двадцать два числа в порядке убывания или в порядке возрастания. Вот, еще раз, важно как-то использовать то, что они записано уже в строчку. Если они стоят в порядке возрастания или убывания. Нет. Или? Ну, тогда возрастание. Одно число хочет съесть другое, если они стоят в порядке... В порядке возрастания. В порядке возрастания. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Хотя я бы сказал, что мы тогда наоборот, если желание слушать. Но пусть. Значит, итак, представьте себе, что у меня написаны числа. А первое, А второе, А третье и так далее. А двадцать второе. Давайте договоримся, что число а это хочет съесть... Прямо так пишу. Хочет съесть а ст, если... Р меньше С. Так, вы сказали, в каком порядке? В порядке возрастания. В порядке возрастания. И при этом А, РТ меньше АС. Вот в таком случае давайте договоримся ставить стрелочку. Ну, на самом деле это, конечно, странно, потому что стрелочка стоит против знака равенства. Слушайте, можно я здесь поставлюсь? Можно здесь уговорить? Спасибо. Спасибо. Это будет просто соответственно. Ну, стрелочка, все-таки, ну, это что... Значит, господин, я зафиксирую. Число хочет съесть другое число. Если при вычеркивании всех остальных чисел, они идут в порядке возрастания. Пока все понятно? А теперь вопрос у нас. Что такое цепочка из нескольких чисел, где первая хочет есть вторая, вторая у нас есть третья и так далее. Что это такое? Представьте себе, какой-то там А, РТ хочет съесть А, СТ, А, СТ хочет съесть там А, не знаю, там, КУТ, А, КУТ хочет съесть там А, ЗП. А, ЗП. Что это такое? Это же в точности четыре числа, которые расположены в порядке убывания. Согласны? Да. Замечательно. Так, что мы хотим доказать? Что у нас есть или четыре в порядке возрастания, или восемь в порядке убывания. Значит, четыре иметь в порядке убывания, совершенно не страшно. А вот если мы найдем восемь, то это уже называется, что мы решили задачу. Если есть восемь чисел в порядке убывания, то задача уже решена. Согласны? Значит, самая длинная цепочка состоит максимум из семи элементов. Так? Да. Значит, если это состоит из семи элементов, то все эти числа можно рассоединить по семи залам. И внутри каждого зала никто никого не будет хотеть есть. Так. Пока все понятно? Пока все понятно. Но если двадцать два числа оказались в семи залах, есть такой принцип деревьев, что если двадцать два числа в семи залах, то хотя бы три Какие три? Хотя бы в одном зале число, количество чисел будет... Хотя бы в одном будет четыре. Потому что трижды семь это всего лишь двадцать один. Если в семи залах в каждом по три, то это слишком мало. Двадцать один. В каком-то зале будет четверо. При этом, заметьте, эти четверо несравнимы между собой. А что значит несравнимы между собой? Это значит, что здесь знак неравистия стоит наоборот. То есть они образуют что? В порядке? В порядке. Я боюсь, что эта штука достаточно сложная, поэтому разрешите я еще раз. Повторю эту задачу. Решите. Если у нас есть числа, то давайте договоримся, что число А, хочется есть число АС, если ситуация вот такая. Так вот, тогда либо найдется длинная цепочка, в которой каждая хочет есть следующее, и это и называется убывающая последовательность. Если же или нет такой вот убывающий из н плюс одного числа, то тогда в n залов их удастся рассадить, значит, в каком-то окажется минимум м плюс один. А это и будет м плюс один, который будет в порядке возрастания. Ну хорошо. С этим мы разобрались. Теперь вторая сегодняшняя задача. для того, чтобы ее решить, не нужно менять вот это. То есть принцип решения будет на самом деле такой же. Только я, давайте так, вместо чисел я напишу ответственность. ответственность. Вместо выписанных в строку напишу одной прямой. Ну то есть ответственность лежит одна прямая. Можно выделить м плюс один вместо в порядке возрастания напишу не пересекающих друг друга. Не пересекающих друг друга. То есть никакой из них никакой другого не пересекает. Или н плюс один. Вместо в порядке убывания напишу н плюс один любые два из которых пересекаются. Любые два из которых пересекаются. напрямую расположены ну например пятьдесят отрезков m равно n равно семи напрямую пятьдесят отрезков. Докажите что либо среди них удается выбрать восемь отрезков любые два из которых пересекаются. Либо из них удается выбрать восемь отрезков любые два из которых пересекаются. То есть если два отрезка пересекаются значит один хочет есть Петю а Петя хочет съесть Диму то Вася хочет есть Диму но они для этого не 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 нравится определение ваше определение когда один отрезок хочет видеть другого потому что нет отрезок нет и из этого будет массово проблем обстоятельств есть следующий какой-то другой принцип движения если один отрезок строго содержит другой ну это серьезное для того чтобы скушать но понимаете а тогда когда один отрезок не хочет или когда они не пересекаются что вам хорошо но если они вот так вот пересекаются то они же тоже не хотят скушать а это вам очень плохо вам же хочется набрать n плюс 1 любые два из которых пересекаются по поводу того что такое большинство что такое меньшинство значит вот ребят смотрите во время всех этих наших судеб боданий да в некоторый момент было очень просто взяли и сказали в местном отделении связи а вы им почту в ящик не кладите ну понятно да вот в такую квартиру нет дело в том что суды они же это такое романтическое представление что там сразу за вами бегут там зовут пятьдесят адвокатов и так далее нет судебная деятельность она производится в основном по почте то есть там назначили судебное заседание это значит что послали об этом письмо заказное там человек получил его отметка об этом пришла в суд вот теперь суд знает что человек знает что он будет тогда и так далее то есть очень много таких рутинных почтовых операций ну без которых действительно вот и представьте себе что издается простой приказ им почту не носить пока что понятно и мы загрустили потому что понимаете доказать что ну а как бы извините вы же будем жаловаться тем же самым который этот приказ отдали да и что с ними сделать так продолжалось несколько месяцев и вдруг в некоторый момент в нашем почтовом ящике оказалось письмо мы удивились увидели нашего почтального и спросили как так вот было мы так так учились из-за того что на письма не приходили там все назад возвращались в суды а почему вы вдруг и ответила она нам человеческим голосом я вам теперь всегда буду хоть мне и сказали не носить но я вам всегда буду письма носить почему а потому что у меня была внучка у меня была внучка сказала и ну там какие-то большие проблемы с мамой ну в смысле вот с дочерью с мамой этой девочки и дочерью соответственно это прочитали что там какие-то большие проблемы в общем она живет не с ними там медицинские какие-то большие-большие проблемы соответственно она жила и воспитывала внучку свою и поскольку мне тяжело то я захотела чтобы внучку приняли в детсад и написала письмо в детсад жалко что вот не дают место в детсад и поскольку вот мне тяжело я работаю по много часов работа на почте тяжелая приходится ходить там и по морозу ну в общем понятно правда написала дело в том что почтовая работа разносить эти письма и сидеть там штамповать это в общем не самое это не самая легкая и существующая работа ну и внучке знаете там вокруг нее бегать действительно тяжело будет гораздо лучше если она будет в детском садике вот и мне дали место в детском садике для внучки и сразу возбудили дело о лишении материнских правов а в основании то письмо которое я написала что вот как мне тяжело жить понятно да и внучку действительно отобрали и она в детском садике в детском доме и не имея теперь возможности ни с мамой ни с бабушкой общаться и вот чтобы им отомстить сказал этот почитатель я теперь вам всегда письма относить так что насчет того что это меньшинство это большой вопрос то есть на своем конкретном примере я вижу что наоборот количество преступников это все сгорело большинство а довольно большое количество людей от них уже пострадало и удается в самых неожиданных местах вдруг встретить поддержку от человека которого пусть они там у самой у нее внучку отобрали но она теперь помнит кто это сделал итак давайте если отрезок хочет съесть другого значит он снимал точек ездить молодец один отрезок хочет съесть если тот кто хочет съесть например я сложу две нормально все все записали отрезок а хочет съесть отрезок если а расположен нелее чем тогда что такое цепочка отрезков где один хочет съесть прямую рисуете прямую и на ней цепочку отрезок прямая ну только дугами показывать один отрезок он хочет съесть нормально он хочет съесть вот этого он хочет съесть вот этого заметьте как только у вас есть несколько не пересекающихся отрезков так возникает цепочка отрезков где каждый хочет съесть следующего согласны? так читаем условия можно выделить m плюс 1 не пересекающих друг друга если можно то это означает что пусть нельзя их максимум нет в любой такой цепочке м или меньше тогда давайте рассадим их можно рассадить в m залов значит вот потому да что в каком-то зале будет n плюс 1 и и там никто никого не хочет значит они что пересекаются люди поняли идею? все поняли или надо повторить? повторить надо понимаете что надо повторить? так давайте посмотрите имеются на прямой отрезки мы вводим простой принцип стрелочку от отрезков к отрезку ставим если они вот так если один строго левее другого тогда что значит цепочка отрезков где первый может сажать второго второй третий третий 4 это система не пересекающихся отрезков согласны? если у нас есть такая система из m плюс 1 отрезка то задача уже не если все такие цепочки короткие не больше чем n то тогда в цепочке задачи, мы можем их рассадить в М-зал. Так что в каждом зале никто никого не кушает. А когда два отрезка друг другу не хотят съесть? Когда они пересекаются? Значит внутри зала будут сидеть отрезки, любые два из которых пересекаются. Решили? Решили. Ребята, сейчас будет некоторое усиление вот этого факта. Дело в том, что здесь вот такая фраза. Любые два из которых пересекаются. Разрешите, пожалуйста, сформулировать такой факт. Если напрямую даны несколько отрезков, любые два из которых пересекаются, то есть, внимание, общая одна, или больше одна точка. Есть одна общая для всех этих отрезков точка. Давайте я это сформулирую в терминах катка. Представьте себе, есть каток. Человек приходит, надевает коньки, бегает, значит, отдыхает, после этого снимает коньки. Пока все понятно? На оси времени возникает отрезок, который он катался. Считается, что никто не надевает коньки важного. То есть, пришел, покатался какое-то время, никуда не уходя с катка, потом ушел. Так вот, задача такая. Если каждый человек, каждого на катке увидел, то есть момент времени, когда просто все были на катке. Повторяю. Представьте себе, что у нас есть каток, и несколько человек. Каждый приходит, какое-то время катается, потом уходит. Так вот, если мы знаем, что каждый человек с каждым на катке встретился, то на самом деле обязательно есть такой момент времени, когда на этом катке просто все они были одновременно. Кстати, у этой теоремы, которая сейчас существует, есть замечательное название. Называется «Одномерная теорема Хелли». Одномерная теорема Хелли. Между прочим, автор этой самой теоремы, ну не этой, а вообще теорема Хелли, она сказала про много измерений, это человек совершенно потрясающий судьбой. По нему удивительно прошелся на 20-й век. Это к вопросу о том, что называется, там, наша страна единственная такая или нет. Он вовсе не имеет никакого отношения к нашей стране, да. Мы тут совсем понимаем. Его мы совсем не обижали. Так вот, этот человек, который в своей жизни доказал факты, которые сейчас, ну, в общем, является самым-самым замечательным и важным для общественного анализа, а именно вот эту самую теорему Хелли, который, опять же, чтобы его имя было известно даже школьникам, это постараться надо. И при этом всю свою жизнь он провел то, солдатом был призван на фронт в Первую мировую, потом получил ранение, долго лечился, ну, в общем, потом боролся за то, чтобы эмигрировать, поскольку там, в общем, началась Вторая мировая война. Потом его никак не признавали, на работу не брали. В общем, вот у человека, бывшего одним из, что называется, важнейших тематиков двадцатого века, была такая абсолютно, что называется, несчастная, грустная жизнь. Вот. Об этом была такая подробная, не об этом, смотрите, а о теореме Хелли. Была подробная статья в Планте про ТАС, очень советую прочитать, там разные факты про теорему Хелли, вполне интересные. Собственно, оттуда я это узнал. Я уже веду. Нет, просто обидно, видите, когда я расскажу решение, вы будете смеяться и скажете легко. А дайте молчить. что ли самый левый из самых правых или самый правый из самых левых? не поняли очки? нахуй думаете. Вот прямая. Сейчас я буду рисовать отресток. Правда, проблема, если я отресток буду рисовать напрямую, то тогда все сольется и что-нибудь будет видно. Поэтому давайте сделаем так. Я буду правые концы рисовать красным и отмечать их, например, крестиком. Левые концы я буду рисовать зеленым мелом и отмечать, например, кружочком. Договорились? Договорились. Отлично. Один отрезок. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Договорились. Так. Нормально? Нормально. Я обещал точно ставить кружочком. Есть ли? Нет. Кружочком. А? Вам кружочком. Оставь кружочком. Это называются левые концы отрезков. Это уже прямая. Имеется ввиду, что каждый отрезок лежит напрямую. Я просто так нарисовал в столбчике, как блины. Правые концы. Значит, ребята. Любой правый конец расположен правее любого левого. Объясняю почему. Вот представьте себе, что как-то у нас есть прямая и какой-то правый конец отрезок. Правый, значит, отрезок идет вот так вот, да? Вдруг оказался левее какого-то левого. Ну, согласитесь, что это было бы безобразие. Эти два отрезка не пересекались. Правильно? Значит, понимаете, все красные крестики расположены правее всех зеленых точек. Это означает, что из зеленых точек я могу взять самую правую. А из красных крестиков я выберу самый левый. Самая правая точка из всех левых концов. Так? Значит, самый правый из левых концов. Как эта точка называется? Самая левая из правых концов. Так вот, любая из точек этого отрезка годится. И любая из этих двух точек тоже годится. Так, сейчас я должен вам сказать о четвертом фанте, в том самом 5 ноябре 2003 года, опубликованы две статьи. Я сейчас рассказал вам только одну из них. Да и то, ну, я с самого начала понимал, что будет, не думайте. Да и то без одной трудной ее части. Значит, господа, давайте хотя бы со мной. Вот у нас есть теорема. Оказывается, здесь можно делать так. Вместо цепь написать антицепь. А вместо антицепь написать цепь. Оказывается, что получится совсем другое по смыслу утверждение, которое называется теорема Дилларда. Ну, его по-разному, в разное время фамилирует антицепь. И смысл такой. Это тоже верный факт о частичном порядке. То есть оказывается, что... Ну, что такое самое длинное антицепь? Это в некотором смысле поперечник такой, да? Вот как его можно... То есть представьте, что множество он так ведет сверху вниз. То это настолько оно такое толстое. Так вот, оказывается, что вот если вот оно там некой толщины, то можно такими цепочками пройтись. И все множество на эти цепочки разобьется. Доказательства для нее существенно другое, чем доказательства теоремы Альфаедов. Но, впрочем, я должен честно признаться, Я не знаю ситуации, когда вот так всерьез была бы нужна именно такая теорема. Но, тем не менее, она верна. В кванте в пятом номере 2003 года ее доказательство написано. Оно там не такое уж и длинное. Значит, и просто зайти в интернет. Значит, понятно, да? Ну, самое простое на сайте cd.ru, там есть раздел, посвященный кванту. Там все сканированные кванты лежат. Скачать себе соответствующий номер и просто прочитать статью. Потому что без этого вы все забудете. Если вы сейчас эту статью прочитаете, то вы там, во-первых, все поймете, а во-вторых, надолго запомните. Значит, повторяю, правильный способ состоит в том, чтобы придя домой, действительно скачать статью и прочитать. Я в точности рассказывал прямо по тексту. Так что вы, безусловно, все легко поймете.